С приходом весны на улицах традиционно появляются окурки, бутылки, одноразовые стаканчики и прочий мусор. Он проступает по мере таяния снега, который несколько месяцев довольно успешно маскировал неприятное зрелище. Зачастую самыми проблемными и грязными становятся территории возле сетевых магазинов. По закону ответственность за уборку несет сама торговая точка, но, как мы видим, не всегда это работает. Особенно неприятно наблюдать стихийную свалку возле детской площадки. Это не только неэстетично, но и противоречит всем нормам санитарии. Специалисты управления градостроительства обещают написать в адрес магазина служебное письмо, чтобы здесь наконец навели порядок. То есть непосредственно связываемся с владельцем объекта и прорабатываем дальнейшим этот вопрос, чтобы устранить проблему. С управлением жилищно-коммунального хозяйства считают, что проблему усугубляют и сами жители. Раньше здесь были расположены контейнеры для сбора ТКО. Мусорные баки давно убрали, а привычка выкидывать сюда отходы осталась. Возле этого магазина, на мой взгляд, либо нужно закрывать все-таки наглухо территорию, где они размещают свой мусор, с тем, чтобы потом его вывозить и не давать возможность подкидывать, что называется, бытовой мусор близлежащих домов от жителей. Мне кажется, все-таки это магазин виноват больше, чем население. Потому что, когда приходишь, там остатки продуктов, ну там знившие овощи, а так, чтобы народ свой хотел сюда, вот туда. Но с этих домов я не видела. Пока горожане и владельцы магазина разбираются, кто намусорил больше, коммунальные службы уже начали повсеместную уборку города. Эта работа распределена между несколькими организациями. За чистотой газонов и зеленых насаждений следит дорожник. За состояние придомовых территорий ответственность несут управляющие компании. Коммунальщики настоятельно просят подключиться и руководителей торговых точек. Наши сетевые магазины сегодня зачастую имеют крайне неприглядный вид на территориях, прилегающих к магазинам. Поэтому надеюсь, что общими усилиями эту работу сейчас мы будем активизировать во всех направлениях. И в самое ближайшее время увидим другой город, каким мы его привыкли видеть. Екатерина Кузьмина, Александр Русков. Специально для новостей.